Здравствуйте! Это программа ДПС. В студии, как обычно, я, Анастасия Бойко. Сегодня выпуски. Комиссия за одной подписью. Шоферы Рады, эксперты нет. Взрослый контроль за детской поездкой. Как проверяют автобусы и водителей? Пострадать самому, чтобы спасти других. Жесткое требование к дороге. Начинаем со сводки дорожно-транспортных происшествий. Неудачный маневр. Мазда двигалась задним ходом по проезжей части на улице Бориса Богаткова. А в это время мужчина-пешеход решил перейти улицу вне зоны перехода. Владитель иномарки не смог уйти от столкновения. Удар оказался сильным. 51-летнего мужчину доставили в реанимацию с закрытыми переломами таза, бедер, с отрясением головного мозга и тупыми травмами живота. Благодарность закончилась дорожно-транспортным происшествием. Дама на Форде выезжала с прилегающей к стройке территории на улице Большой. Джентльмен на грузовике уступил иномарке дорогу. Девушка начала выезжать на проезжую часть и врезалась в другую легковушку. Леди говорит, Форестер в этот момент перестраивался из одного ряда в другой. Она такого не ожидала, поэтому и не затормозила перед универсалом. Фокус врезался в заднюю часть белой иномарки. Водители не пострадали. Машины получили механические повреждения. Две Тойоты не смогли разъехаться на узком перекрестке улицы Ласточкина. Встретились в лобовом столкновении. Очевидцы говорят, дистанцию при повороте не рассчитали. Пострадал пассажир одной из иномарок. У 38-летнего мужчины сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Передние части машин разбиты. 67-летний пенсионер ехал на мото «Хонди» по улице Волховской в Новосибирске. По неизвестным причинам не справился с управлением и упал с мотоцикла. С открытым переломом левой ноги мужчину забрали медики в ближайшую больницу. Был ли пострадавший в состоянии опьянения, пока неизвестно. Медицинское свидетельствование на месте не проводилось. Отвлекся и допустил инцидент. Водитель «Фольксвагена» двигался в потоке машин. Засмотрелся на соседний ряд. В итоге не заметил, что рядом проезжает «Тойота». Машины столкнулись. Удар оказался не сильным. Повреждения незначительными. Однако царапины и вмятины придется оплатить владельцу «Каравеллы». Он свою вину полностью признал. ВАЗ выезжал со двора жилого дома. Водитель решил не пропускать «Ниссан», который ехал по главной. Произошло ДТП. От удара, к примеру, отбросила на встречный автомобиль «Ниссан Сирену». В результате столкновения никто не пострадал. Владелец ВАЗа свою вину отрицать не стал. Авария на миллион. Автомобиль инкассаторов оказался участником столкновения в центре Новосибирска. Водитель бронированного микроавтобуса собирался повернуть налево на улицу Серебренниковская. Когда маневр был практически завершен, в машину врезалась Субару. Подъехавшие из тех РДПС хотели было оформить ДТП. Да вот владелец легковой иномарки передумал. Посмотрел записи своего видеорегистратора, признал вину и вызвал аварийных комиссаров. Теперь приличную сумму ремонта обеих машин покроет страховка владельца седана. Обязательное условие трое пострадавших. Только тогда дорога сможет быть признана опасной. В ГИБДД дали определение местам концентрации ДТП. Теперь аварийно опасным называется именно тот участок дороги, где в течение года произошло три и более дорожных бед с погибшими или пострадавшими. При этом отрезок дороги или улицы не должен превышать тысячу метров вне населенного пункта или 200 метров в границах поселения. В Новосибирске подобных очагов аварийности до последних полгода зарегистрировали 24. Как правило, они находятся на крупных магистралях, где большой поток транспорта. Больше всего пострадавших на перекрестке Выборной и Большевистской. За шесть месяцев 14 человек. Далее в программе рубрика «Автоюрист». Здравствуйте. Как мне быть? Ночью разбили лобовое стекло моего автомобиля. Кто неизвестно. Машина застрахована в рамках ОТАГа. Могу ли я получить хоть какую-нибудь компенсацию? Отвечает юрист компании «Аварком» Антон Южанинов. Если у человека есть страховка только ОСАГО, то в данном случае выплату он получить не может. То есть ОСАГО – это страхование ответственности владельца транспортного средства. То есть человек страхует свою собственную ответственность, если он причинит вред кому-то другому с использованием транспортного средства. Здесь помогла бы страховка КАСКО, добровольное страхование, то есть машины как имущество. В данном случае ему необходимо обращаться в суд. Но если он и знает причинителя вреда, если причинителя нет, то естественно в органы полиции, чтобы нашли виновника. Новые правила, новые нюансы. Шиферскую комиссию сделали еще более упрощенной. Вот только упразднение процедуры вызвало немало споров у экспертов. Какими могут быть последствия нового медицинского освидетельствования и почему этого опасаются специалисты, расскажет Елена Мирошниченко. В научно-исследовательском центре в Новосибирске, как всегда, многолюдно. Желающих получить право на управление транспортным средством с каждым годом становится все больше. Алексей Васик автолюбитель с 10-летним стажем. Упрощению процедуры получения водительских прав рад. Но не с бюрократией, говорит, сегодня важнее бороться. Вот сказали, вроде всего три кабинета обойти, но я думаю, попроще будет, чем раньше. Раньше там надо было всех врачей приходить. Ну, лучше подстраховка, я думаю. Как бы у нас реально, то есть если статистику посмотреть, ГИБДД, там действительно у нас из-за пьянства на дорогах, вообще людей очень много гибнет. С новыми правилами водительские права категории А, Б и М получить стало гораздо проще. Во-первых, список врачей, которых нужно пройти, сократился. Во-вторых, с 1 июля этого года изменились правила выдачи медицинских справок. Как раз это и беспокоит экспертов больше всего. На старых документах были данные всех трех комиссий. Лечебно-профилактического учреждения с узкими специалистами, наркологической службой и психиатрической. Сейчас заключение стало более кратким. Раньше по этой справке можно было легко отследить маршрут медицинского обследования. Здесь был указан список пройденных врачей. Сейчас только заключение терапевта. Да и в целом справка стала безликой, фотографии нет. И по мнению специалистов, значит, документ проще подделать. Раньше такую справку выписывали в двух экземплярах. Одну отдавали на руки автолюбителю, другая оставалась в медицинском учреждении. Новый приказ это отменил. Кроме того, не внушая доверия, сегодня и документы из нарко- и психодиспансеров. Они не защищены никакими защитными знаками или водяными знаками. Это обычные бланки. Во-вторых, что удивительно. Можете себе представить, что наркологическая областная служба, что психиатрическая областная служба. В каждом районе, в каждом подразделении у них своя форма бланка. И как вот нам принимать? По-моему, скупенность, не ошибаюсь, боюсь себя врать. Там вообще подпись фельдшера. С нововведениями, считают эксперты, у самих медицинских работников появится соблазн работать халатно. И в условиях того, что когда на самом медицинском заключении нет никаких маршрутных отметок по этому поводу, конечно, есть соблазн. Не только подделок, но и не очень добросовестные работы. Фирма однодневных медицинских. Подпись терапевта стоит. Ну что вам еще надо? Что вам еще надо? А записывалось, не записывалось, делалось заключение, не делалось, это уже остается за скобками. Эти упрощения, говорят эксперты, мины замедленного действия. А значит, через пару-тройку лет на дорогах могут появиться люди с психическими заболеваниями, с наркотической и алкогольной зависимостью. Детский отдых, взрослая ответственность. В лагерях началась очередная смена детского досуга. За город отправились сотни ребятишек из Новосибирска. Их транспорт тщательно проверили инспекторы ГИБДД. Автобус должен быть технически исправным, водитель отдохнувшим, а в багажном отделении каждого ребенка ждать набор продуктов для перекуса. Организаторы летнего отдыха новые правила перевозки детей знают и соблюдают. На каждый автобус есть сопровождающий вожатый, обязательно в каждом автобусе едет медицинский сотрудник, обязательно есть списки детей на каждый автобус. Мы их регистрируем вот здесь за столами, у каждого вожатого, который регистрирует, у каждого свой отдельный автобус. Соответственно, обязательно есть машина скорой помощи наша, которая сопровождает колонну. Ну и, собственно говоря, вот, наверное, все, что необходимо. Вход в автобус строго по спискам. За это отвечают вожатые. У всех педагогическое образование. К водителям, которые перевозят детей на дальние расстояния, особые требования. Они более подготовлены, потому что, как правило, перевозчик берет уже, которые несколько лет отработали на внутренних маршрутах в городе Новосибирске, если будем перевозчиков новосибирских брать, они берут более подготовленных. Но там и ответственность, потому что и скорости уже совсем другие, перевозки, ну и расстояние. Нарушителей среди перевозчиков сегодня не выявили. Но для того, чтобы проконтролировать всю поездку детей от пункта А в пункт Б, инспекторы ГИБДД сопроводили колонну школьников. Так спокойнее. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, присылайте записи с видеорегистраторов или мобильных телефонов на адрес электронной почты, который указан на экране. На этом все. С вами была Анастасия Бойко. До встречи на канале ОТС. Субтитры сделал DimaTorzok